Вы несете полную уголовную ответственность, никто не будет церемонить, никто не будет выяснять, пошутил, не пошутил, попросили, не попросили, закроют и даже не спросят фамилии. Я понимаю, что вы, может быть, ради прикола кричите это славу Украины. Посмотрите свои соцсети, посмотрите, что вы выставляете на аватар, посмотрите, что вы в гости. Вы уже знаете, что некоторых людей посадили просто за то, чтобы поделились новостью и даже не у себя на стене, а отправили эту новость своим друзьям, близким и так далее, думая, что это друзья. Сдают свои же. Поэтому подумайте лишний раз, что вы говорите и что вы делаете. Ребята выкрикнули, буквально, вы хозяец школы, да, эту фразу. Через 10 минут в кабинете директора сидел ФСБшник. Вы думаете, просто так сегодня этот ФСБшник пришел? Абсолютно нет. Я вам сразу скажу, вокруг школы и детского сада походят люди в гражданство, ФСБшники, охраняют нашу школу и детский сад. Мы под полным наблюдением, под полным контролем. Поэтому контролируйте то, что вы говорите и что вы делаете. Я думаю, сейчас родителям этих подростков мало не покажется. Вы меня услышали? Поэтому сейчас, на данный момент, это реально не шутки. Я не шучу, я не прикалываюсь. Это не весело. Это вот здесь нам весело, смешно. А когда я в 14-м году взяла класс, где большая часть класса были как раз-таки дети с Донбассом, поверьте мне, такие истории рассказывали, это было действительно страшно. Я понимала, что передо мной сидят взрослые люди. Хотя, ну, на сегодняшний день всем по 22 года. По идее, на тот момент они пережили все. А когда родители их запирали, думая, что вот сейчас выборы пройдут и все будет замечательно, эти дети мне писали с подвала. Поговорите, пожалуйста, с нами. Мы так хоть отвлекаемся от взрыва бога. Это вообще страшно. Я не знала, что им говорить в этот момент, когда я понимаю, что этого ребенка сейчас может не стать. Что сказать ребенку, которого в данный момент бомбят? Держись, мы с тобой. Я понимаю, что не у всех в классе отцы военные. Но мы понимаем, что мы не знаем, где отцы, где они, что они, что с ними. Мы нету связи, потому что реально запретили. Учителя половина ходят без лица, реально без лица, потому что они не знают, где мужья, не знают, где у них сыновья. Я не понимаю, что они там, где сейчас действительно убивают гражданское население, мирное население. И мы с вами прекрасно понимаем, что это не гражданское и не мирное население стреляют. Мы понимаем, что это нацисты, это фашисты, которые вот действительно долгое время зарождались там, которых намеренно привозили туда. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр.